Всем привет, с вами InformTV. Своими выступлениями юмористы дарят зрителям позитивные эмоции и заставляют забыть о проблемах. Глядя на их веселые лица, создается впечатление, что у этих людей просто не может быть неприятностей. 16 февраля отмечала свой день рождения главная свекруха страны Светлана Рожкова. Судьбу юмористки простой не назовешь. Дважды она оказывалась на грани между жизнью и смертью, а в 2015 ей поставили страшный диагноз – цирвоз печени. Уже через пару лет врачи сказали, что ей осталось жить недолго. Сразу после окончания ГИТИСа молодая Рожкова начала принимать участие в конкурсах эстрадных артистов. Во время очередных гастролей произошло событие, изменившее судьбу Светланы навсегда. Она познакомилась с Региной Дубовицкой. Та помогла начинающей артистке и пригласила ее в аншлаг. Именно в этой передаче впервые прозвучал монолог свекруха. Юмористка два раза выходила замуж. Первый раз избранником Светланы стал барабанщик Андрей Богданов. Их союз просуществовал всего несколько лет, но за это время они стали счастливыми родителями дочери Яны. Причиной их развода стало желание Андрея уехать за границу. В итоге Рожкова осталась на родине, а супруг все-таки покинул страну. После развода Светлана не искала новых отношений, но судьба распорядилась иначе. В городе Кисловодск Рожкова познакомилась с исполнителем Юрием Евдокуниным. Вскоре артистка забеременела и родилась ее вторая дочь Варвара. Второй супруг и дети стали для нее надежной опорой, ведь в то время Светлана была очень востребованной и работала практически сутками. Рожкова всегда старалась быть позитивной и не теряла бодрость духа, несмотря на то, что в некоторых ситуациях это было очень трудно. Два раза она находилась на волоске от смерти. Первый раз это произошло еще в далекой юности артистки. Никогда не пробовавшая алкоголь, Светлана выпила слишком много спиртного на голодный желудок. Ее сердце остановилось, но врачи чудом спасли будущую звезду. Второй раз юмористка оказалась на грани смерти после того, как ее сбила машина. Рожковой снова повезло, медики успели приехать вовремя. Но на этом неприятности артистки не закончились. Шесть лет назад Светлане поставили неучешительный диагноз – билиарный цирроз. Врачи вынесли свой вердикт. Жить ей осталось не больше, чем полтора года. К счастью, эти прогнозы не сбылись. Сегодня Светлана придерживается всех рекомендаций – правильное питание и не менее пяти километров пешком. Она по-прежнему радует своих поклонников выступлениями и считает, что именно любимая работа продлевает ей жизнь. Мы желаем ей здоровья и долгих-долгих лет жизни. Продолжение следует...